Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие будет посвящено методам контрастирования слабоконтрастных объектов, такие как живые клетки или неокрашенные срезы. Мы с вами сегодня поговорим о том, что реализовано на нашем микроскопе DM-4000B, а именно темное поле, фазовый контраст и полиализационная микроскопия. То, что касается микроскопии с контрастом на Марского, дифференциационным, и с MTM-контрастом, с контрастом Хоффмана, мы посмотрим на следующем практическом занятии на микроскопе DMI-6000B. Так, в случае, если мы используем с вами низкоконтрастные объекты, например, как вот эти клетки, как видите, не всегда удается достичь достаточного уровня контраста, чтобы их можно было наблюдать. Особенно, если этих клеток много, они перекрываются или находятся в клетке. Конечно же, мы, в принципе, можем начать уменьшать апертурную диафрагму, и это даст нам увеличение контраста, но, правда, с потерей разрешения. Ну, например, если мы ее уменьшим с вами до 80%, как должно быть, мы получим вот такую картинку, где контрастность чуть-чуть получше, хотя разрешение уже немножечко начало падать. Ну, если мы ее закроем с вами до конца, то, конечно же, изображение становится максимально контрастным, но, опять же, как видите, места на первые диафрагмуляции две клетки перекрываются, нам различимы плохо. И, конечно, работать с такими низкоконтрастными объектами не очень удобно. Какие возможны варианты? Во-первых, мы можем использовать самый простой метод контрастирования, это так называемый метод темного поля. И, как видите, на темном фоне мы теперь видим только те части клеток, на которых свет подвергается рассеянию. При изменении фокуса хорошо видно теперь структуру этих клеток. Давайте немножечко вспомним, что нам необходимо для получения метода темного поля. И, прежде всего, нам необходимо, чтобы конденсор мог освещать наш образец под очень большими углами, то есть, чтобы у конденсора числовая апертура была больше, чем у нашего объектива. Тогда в апертурную плоскость конденсора мы можем положить вот такое вот кольцо, которое будет блокировать лучи, которые могут попасть и быть собраны объективом. И оставляют только те лучи, угол которых достаточно большой, чтобы пройти мимо нашего объектива. В таком случае мы с вами сможем увидеть только свет, который подвергся рассеиванию на объекте. Это примерно аналог того, как видна пылинка в луче фонарика или прожектора. Когда мы ее освещаем, на ней происходит рассеивание света, и за счет этого на темном фоне мы ее достаточно хорошо можем с вами увидеть. Ну и понятно, что работать с очень высокоапертурным объективом мы здесь не сможем, потому что нам необходимо, чтобы у конденсора числовая апертура была выше, чем у объектива, чтобы объектив не собирал вот эти лучи, не подвергшиеся дифракции на нашем объекте. Давайте опять возьмем наш тестовый препарат с раковинами диатомовых водорослей и переключим его из режима светлого поля в режим темного поля. Как видите, фон стал черным, и только те места, которые рассеивают свет, а здесь разница коэффициентов преломления достаточно большая, и, соответственно, свет будет рассеиваться хорошо, у нас теперь хорошо видны. Точно так же мы можем посмотреть в апертурную плоскость и увидеть там лучи разных порядков. Но давайте научимся, прежде всего, настраивать микроскоп для работы в этом режиме. И для этого переключимся на объектив с большей числовой апертурой, которая практически равна максимальной апертуре, максимальному углу, под которым наш конденсор еще способен давать освещение. Ну и как вы видите, сейчас в апертурной плоскости видим, что наш темный диск не полностью закрывает эти лучи левого порядка, и часть из них мы все-таки объективом собираем. Еще у нас получается серый фон, и мы не получаем такого эффекта, как мы хотели бы при режиме темного поля. Для того, чтобы этот эффект можно было избежать, чтобы мы могли работать с вами в таком режиме, нам необходимо это кольцо, лежащее под нашим конденсором, поправить. В конденсоре вот эти элементы лежат в таком револьвере, переключаемом, соответственно, там сразу несколько есть элементов, и мы можем теперь в нем при помощи шестигранных ключиков для регулировки это колечко в его гнезде немножечко подвинуть по одной диагонали либо по другой диагонали. И это позволит нам выровнять его так, чтобы ключи левого порядка в объектив не попадали. На микроскопах фирмы Лейка шестигранные ключики для этой регулировки находятся спереди на корпусе конденсора. Их нужно будет вынуть. И, к сожалению, не очень удобно. Они вставляются сзади конденсора. Там есть специальные углубления, гнезда, вставив которые, немножко помучившись, вы сможете попасть вот в эти шестигранные гнезда для того, чтобы можно было теперь двигать уже сам по себе риск. Видите, мы сейчас его сдвигаем так, чтобы он полностью закрывал максимально нам температурную плоскость. И мы видим, что только по краю объектива есть какие-то лучи, идущие под очень большим углом. Эти лучи, к счастью, будут дальше закрыты диафрагмой, так что они не будут нам мешать и не будут делать нам светлое поле. И теперь мы можем попробовать найти некий объект. Сразу же важное замечание. Конденсор на этом микроскопе моторизованный. Он сам переключает внутри вот эти в револьвере оптические элементы. И ключики ни в коем случае нельзя оставлять сзади конденсора, потому что если вы потом случайно нажмете кнопку переключения, чтобы переключиться на какой-то другой режим работы, и эти ключи будут стоять, конденсор после этого может сломаться. Там стоит пластиковая шестеренка, которая может просто стереться при попытке переключить все-таки револьвер элементов. Поэтому будьте особо аккуратны с микроскопами Элейка. В случае, если у вас моторизованный конденсор, вы взяли эти два штигранных ключика, вы выровняли ваш оптический элемент, будь то диск для темного поля, будь то элемент для фазового контраста или что-то другое, сразу же после этого обязательно вынимаете их и возвращаете обратно в гнезда. Я пока их положил на столе. Давайте теперь найдем на этом увеличении какой-нибудь объект. Наши уже знакомые с прошлого занятия диатомовый водоросль. И, как вы видите, в апертурной плоскости мы видим опять же знакомую картину на шестигранной, шестилучевая симметрия, и здесь мы видим картинку с шестью лучами. Но сейчас я возьму зеленый светофильтр, чтобы было чуть-чуть лучше видно, что нулевой порядок лучей, который у нас был до этого, мы здесь с вами убрали. Как видите, вокруг у нас между этих лучей темные места. Поэтому у нас фон здесь как раз черный. Следующий метод контрастирования, который больше подходит для объектов с меньшим рассеянием света. Понятно, что не у всех объектов такой резкий переход, и для некоторых объектов метод темного поля недостаточно хорошо подходит. Поэтому позволю себе напомнить слайд из нашей лекции по устройству фазово-контрастного микроскопа. Для того, чтобы мы могли в свое время получить информацию о таком низконтрастном объекте, мы должны оценивать фазу света. Фазу света можем оценить только если переведем ее в яркость. Перевести ее в яркость мы можем, используя конструктивную и деструктивную интерференцию. И для этого мы в наш микроскоп под конденсор кладем так называемое фазовое кольцо, которое дает нам лучи нулевого порядка. Эти лучи, в отличие от темного поля, теперь собираются нашим объективом. Но посмотрите, в апертурной плоскости объектива стоит ответное колечко такого же размера после, соответственно, увеличения объективом. которое выполняет две функции. Во-первых, оно ослабляет сильно яркость нулевого порядка лучей, а во-вторых, немножечко меняет их фазу. Для лучей, которые у нас относят к нулевому порядку, она сдвигает их на четверть длины волны. Плюс, они быстрее проходят. Для всех лучей, которые подглядят дифракции на объекте, эта пластинка более прозрачна, она не меняет амплитуду этих лучей, но сдвигает фазу теперь на минус четверть длины волны, они теперь немножечко отстают. И за счет этого у нас получается серый фон, и мы можем хорошо увидеть разницу в длине оптического пути. Обратите внимание, вот сейчас как раз в апертурной плоскости хорошо видно базовое кольцо, кругленькое, темненькое. И для того, чтобы перейти в режим фазового контраста, нам нужно попросить микроскоп поставить в апертурную плоскость под конденсером фазовое колечко. Перед этим, естественно, нам нужно настроить микроскоп по методу Келлера, чтобы расстояние от объектива до препарата и от препарата до конденсора были правильными, чтобы все плоскости нашего микроскопа совпадали с теоретически вывернными. Закрыли полевую диафрагму, подняли, опустили конденсор, чтобы у нас было резко, ну, и, соответственно, мы еще отцентровать при необходимости. После этого открываем по полю зрения, все, Келлер у нас с вами в общих чертах настроен. Теперь переходим в фазовый контраст и, видите, автоматически у нас микроскоп ввел в апертурную плоскость под нашим конденсором вот такое колечко. Эти кольца должны совпадать, то есть кольцо, которое у нас стоит в конденсоре и кольцо, которое у нас есть в объективе. Поэтому для разных объективов там могут лежать кольца разных размеров. Как видите, клетки стали очень хорошо видны. У нас серый фон. И от этого некого серого значения у нас, возможно, конструктивная интерференция больше светлого и деструктивная интерференция больше черного. И мы теперь видим вот эти клетки очень хорошо. Более того, у нас есть два артефакта или особенности этого метода, если хотите. Это гала и затенение. Как видите, вот эта гала дает нам возможность эти клетки очень хорошо различать на фоне. Ну, а затенение, к сожалению, делает метод неколичественным. Мы не можем, померяя яркость, сказать, на самом деле, какая здесь была разница у вас. Настройка микроскопа. Первое мы с вами настроили по келеру, микроскоп, и второе нам нужно совместить вот эти два кольца. Одно кольцо у нас в конденсоре и мы можем его двигать. Второе кольцо стоит в объективе и двигать мы его не можем. Ну, и так как мы уже с вами двигали в темном поле этот элемент в конденсоре, мы теперь можем точно так же взять вот эти два шестигранных ключика, вставить их и поправить теперь уже положение колец. Сейчас мы найдем какую-нибудь другую клетку и попробуем это сдвинуть. Ну, вот так, например. В случае, когда у нас оба кольца совмещены, как видите, мы получаем хороший фазовый контраст. Надевайте, теперь попробуем эти кольца немножечко сдвинуть и увидим, как у нас, какое изображение получится. Как видите, это такой некий аналог светлого поля с небольшим фазовым контрастом, не очень хорошее изображение и, конечно, чтобы получить хороший фазовый контраст, нам нужно, чтобы эти два кольца были полностью совмещены. В таком положении мы будем иметь максимально качественный фазовый контраст. Еще надо обратить внимание на то, что мы здесь говорили с вами о длине волны. И вот это вот плюс четверть и минус четверть это некая длина волны. Это рассчитано для зеленого света, так же как и для ахроматов у нас рассчитана коррекционно-сферическую аберрацию тоже для зеленого света. Поэтому если мы хотим получить от нашего метода максимальное качество, то мы должны пользоваться не белым светом, а зеленым светом. И для этого мы можем использовать специальный светофильтр, либо который встроен в станину микроскопа, который я буквально сейчас выключил, либо дополнительный фильтр, который мы можем положить прямо на наш микроскоп. Давайте снимем два изображения, одно из них у нас будет при наличии зеленого светофильтра, и второе будет без него в белом свете. И сравним различия двух этих изображений. Я попытаюсь подобрать яркость и контрастность изображения, чтобы она была примерно одинаковой. Внизу картинка снятая с зеленым светофильтром, наверху картинка снятая в белом свете. Разница не очень велика, но если вы присмотритесь, то нижняя картинка она немножко кажется чуть более контрастной или чуть более сфокусированной, но как вы видели, фокус мы с вами не двигали. Мы единственное, что меняли, мы снимали либо в белом свете, на который метод фазового контраста не очень рассчитан, либо в зеленом свете, для которого как раз были рассчитаны вот эти фазовые кольца, стоящие в объективе. Поэтому, если вы хотите получить максимум от вашего фазового контрастного микроскопа, то нужно будет использовать зелененький пангрин светофильтр. Следующий метод контрастирования, который нам нужно с вами рассмотреть, который позволяет нам увидеть объекты с двойным лучепреломлением, это поляризационная микроскопия. Для работы в режиме поляризационного микроскопа, опять же, позволю напомнить слайд из лекции, нам потребуется установить в микроскоп два элемента. Это поляризатор под конденсор, который будет превращать наш неполяризованный свет лампы в поляризованный, и анализатор, который будет стоять у нас за объективом, который будет пропускать только тот свет, который изменил свою плоскость поляризации, пройдя через объект. Опционально может еще устанавливаться так называемая лямбда-пластина, о ней мы поговорим чуть позже. Для того, чтобы начать работу, мы уже говорили, что мы должны с вами установить поляризатор и анализатор. Поляризатор в этом микроскопе всегда находится под конденсором. Его при необходимости можно оттуда вынуть, но он там стоит по умолчанию. И как раз внизу под конденсором поляризатор может вращаться, чтобы плоскости поляризации были взаимно перпендикулярны. Анализатор здесь жестко закреплен в такой вот металлической таком металлическом держателе. Смотрите, можно продемонстрировать, что это поляризатор с тем, что меняется яркость света, если мы будем использовать поляризованный свет от экрана телефона. Мы вставляем сюда вот вверху, а внизу тоже стрелочкой показано место, где находится наш поляризатор. Понятно, что нам понадобится немножечко больше яркости света теперь, чтобы мы могли что-то увидеть. И так как некоторые объекты биологические, например, зерна крахмала очень хорошо деполяризуют свет, то мы можем с вами их увидеть. Вот фотография среза зерновки ржи, где есть крахмальные зерна в обычном проходящем свете. Как видите, здесь много чего есть, но отдельно зерен крахмала мы здесь увидеть не можем. Давайте снимем то же самое изображение, ну и теперь уже в режиме поляризации. И как видите, вот эти зерна крахмала в режиме поляризации, обладая выраженным двуточепреломлением, очень хорошо видны. В виде второго препарата давайте возьмем срез горошина, опять же там в клетках есть зерна крахмала и попробуем снять, во-первых, в режиме проходящего света на цветную нужную троскамеру и в режиме поляризации. И мы можем сравнить эти два изображения и понятно, что для некоторых биологических объектов деполяризующих свет этот метод позволяет добиться очень высокого контраста и высокого различения этих объектов от окружающих тканей. Напомню, что в случае работы с поляризационным микроскопом мы также можем добавлять еще один опциональный элемент, это лямбдопластина или компенсатор, который позволит нам увидеть объекты с определенным лучепреломлением. Это будет видно за счет изменения цвета объектов. Давайте напомню, почему это происходит. дело в том, что если у нас будет в нашем оптическом пути стоять не только наш объект, который имеет какое-то лучепреломление, но и объект с известным нам двулучепреломлением, то посмотрите, что будет происходить. Для каких-то длин волн наш свет будет превращаться в начале в свет с эллиптической поляризацией, а потом, так как у нас точно такое же будет двулучепреломление, но с обратным знаком, будет превращаться опять в свет с линейной поляризацией и блокироваться при помощи нашего анализатора. Но этот сдвиг будет в нанометрах, а длина волны у нас может различаться. Не может оказаться так, что мы за счет подбора этих параметров будем вычитать из спектра какие-то определенные длинные волн. В данном случае, например, 550 нанометров, как видите, пришел на наш анализатор опять линейно поляризованным и был вычтен. Мы получили такой фиолетовый свет. Это тоже используется в биологии. Давайте в виде демонстрации я покажу на том же самом срезе зерновки ржи. Здесь очень плохо видно, что на поляризационной, что на проходящем свете семидоля, то есть вот этот вот щиток. Если мы пытаемся с вами подобрать все-таки подходящий объект с двулучепреломлением, я для этого взял обычную идеализную мембрану. Это целлюлоза упорядоченная, обладает хорошо выраженным двулучепреломлением, то в некоторых случаях нам может повезти и мы сможем увидеть этот щиток, так как он тоже упорядоченный, обладает тоже своим двулучепреломлением. Очень хорошо. Вот посмотрите, я попытался сделать стоп-кадр одного из вариантов, когда этот щиток хорошо виден. Видите, фон у нас синенький, щиток стал красненький, мы подобрали в данном случае правильные параметры. Конечно, в таком случае его видно будет гораздо лучше. После работы в поляризационном режиме обязательно нужно из микроскопа будет вам убрать анализатор, не забыть закрыть порт при помощи заглушки. И, как видите, теперь в проходящем свете этот щиток мы практически не можем различить. А без всякой окраски препарата, просто используя исключительно оптический подход, мы можем его очень хорошо визуализировать. На самом деле, вот такой феномен двойного двулучепреломления, если хотите, может происходить и при некоторых вариантах окраски. Одна из таких окрасок, это окраска конго красным для выявления амилоидов или амилоидоподобных белков с такой характерной регулярной упаковкой. Сам по себе краситель конго красный в принципе красит белки. И если мы возьмем с вами растительную, в данном случае ткань, в которой оказывается все-таки есть амилоидные белки, и посмотрим такой препарат в обычном проходящем свете, мы увидим, что белки окрасились красным, что и следовало ожидать. Белковые тельца здесь есть, которые окрашены красным, на клеточной стенке есть белки, тоже прекрасно окрашены. Давайте теперь посмотрим этот же препарат в поляризованном свете. Никакого компенсатора или лямбдопластинки здесь нету, но обратите внимание, что эти включения маленькие белковые тельца зелененькими стали, что от стенок также видно вот это зеленое свечение. И это такой характерный признак, позволяющий нам увидеть, скажем так же, диагностический признак, позволяющий нам увидеть скомпление амилоидно-подобных белков в соответствующей упаковке. Это вот такое яблочно-зеленое свечение. Ну, и для сравнения давайте две картинки поставим бок о бок, чтобы мы могли их посмотреть. В проходящем свете, как видите, просто обычная краска, а в случае поляризации мы здесь видим, что в тех случаях, где есть вот такая упаковка, есть соответствующий дулоч преломления, мы с вами видим это как зеленый. Где такого эффекта нету, практически этой краски с вами конго красного и не видим. На этом сегодняшнее практическое занятие у нас с вами завершено. Я покажу еще буквально несколько красивых картинок, чтобы завершить его на хорошей ноте. И следующее практическое занятие у нас уже будет знакомством со другим микроскопом. Это же будет инвертированный микроскоп LeicaDMI6000B и на нем мы посмотрим оставшиеся методы контрастирования. Фазовый контраст мы уже увидели, но посмотрим как это делается на этом микроскопе. Также мы посмотрим на контраст Хоффмана и на дифференционно-тернационный контраст или другому называют контраст Намарского. Ну а на этом наше сегодняшнее практическое занятие завершено. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи.